В тот злополучный день двое подростков ловили машину для поездки автостопом недалеко от озера Панасовки во Флориде. Взглянув на озеро, они заметили в нем нечто странное и пугающее. С этого момента мы погружаемся в суть данного дела. 19 февраля 1971 года два подростка-автостопщика обнаружили разлагающееся тело на половину погруженную в воду в озере Панасовки, рядом с прилегающим шоссе. После приезда полиции полностью одетое и сильно разложенное тело молодой женщины было извлечено из озера. Не было найдено предметов, способных идентифицировать личность. Неопознанным останком дали имя маленькая мисс Лейк Панасовки. На ней была надета зеленая кофта, зеленые клетчатые штаны и зеленый пончо. Также она носила часы из белого золота, золотое ожерелье, а на безымянном пальце было золотое кольцо с прозрачным камнем, что указывает на ее возможное замужество. Судебный осмотр останков был осуществлен доктором Уильямом Шутце. Он пришел к заключению, что жертва была убита примерно за 30 дней до ее обнаружения, хотя она могла быть мертва и до двух месяцев. Вокруг ее шеи был обмотан мужской ремень 36 размера. По международному размеру это размер С-М. Подобная находка указывала на удушение, как самую вероятную причину смерти. В феврале 1986 года тело было изгумировано для дальнейшего изучения. На момент смерти женщине было от 17 до 24 лет. Весила она примерно 52 килограмма. У нее были темные волосы и карие глаза, выступающие скулы. Рост был 157,5-165 сантиметров. В течение жизни ей было сделано много операций на зубах, включая установку нескольких серебряных пломб, а на одном из правых верхних зубов была коронка. Было определено, что она родила не менее двух детей. В дополнение, одно из ее ребер на момент смерти было сломано, что дало следователям основания предполагать, что убийца опирался на жертву коленом во время того, как душил ремнем. Изначально следователи считали, что женщина-европейка или коренная американка, дальнейшее изучение сгумированных останков, совершенное в 2012 году, установило, что она была родом из Европы. Также изучение линий Гарриса в костях жертвы выявило, что ее рост в детстве временно замедлило заболевание или недоедание. Линии Гарриса или трансверзальные линии – это поперечно ориентированные костные пластинки в области ростовой зоны длинных костей. Они формируются в периоды задержки ростовых процессов организма. Когда девушке было около 16 лет, на ее правом голеностопе была проведена операция. В ходе этой операции в сухожилии кость вводят винты. Возможно, до этой операции жертва повреждала голеностоп несколько раз. На правой ноге также был найден периостит, который должен был причинять жертве заметные неудобства в течение всей жизни. Периостит – это воспаление надкосницы, которое чаще всего развивается в результате других заболеваний. Обычно воспалительный процесс начинается в одном слое надкосницы, а по мере развития болезни распространяется и на остальные. Также в данном случае использовался метод определения этнической принадлежности человека. Метод заключается в исследовании изотопов свинца в зубах погибших. Токсичный для живых организмов свинец откладывается в эмали людей и животных, создавая некую информативную подпись, благодаря которой можно весьма точно определить район, в котором выросло живое существо. Исследование изотопа свинца в зубах жертвы позволило геологу выяснить, что женщина провела детство и юношество где-то рядом с морем в Южной Европе. Скорее всего, южнее греческой столицы Афин. Она бывала там и в течение последнего года своей жизни. Геолог счел наиболее вероятным местом ее проживания – Рабацкий порт Лаврион в Греции. Этот город также известен своей историей шахтерства. Учитывая факт, что большая греко-американская диаспора проживает в Терпен-Спрингсе, примерно в 117 километрах от озера Понасовки, а также дополнительные факты проживания в Греции вплоть до неизвестной даты в 1950 году, и то, что жертва была мертва около 30 дней перед ее обнаружением, есть возможность предполагать, что она посещала США, чтобы отпраздновать праздник Богоявления. Поддержку теории о временном посещении США говорит и исследование волос, которое указало на то, что жертва пробыла во Флориде менее двух месяцев до ее убийства. В 1971 году была произведена реконструкция лица жертвы, чтобы попытаться изобразить, как она выглядела в разные периоды жизни. В 2012 году внешность снова была воспроизведена, но на этот раз она отличалась от предыдущей версии. Дополнительно был создан макет одежды жертвы. Шериф Джейми Адамс нашел специалистов, которые помогли ему с реконструкцией внешности женщины в разные периоды ее жизни. Адамс распечатал листовки с фотороботом женщины и разослал их более чем в 3000 отделений правоохранительных органов США и Канады. Он обзвонил около тысячи больниц, проверил сотни возможных следов этой женщины, но дело маленькой мисс Лейд поносовки так и оставалось неразгаданной тайной. Я знаю, что у нее были родители, которые любили ее. Мама, папа, тетя, возможно, учитель воскресной школы. Они знали и любили эту девушку. Я бы пытался сделать все, чтобы найти их, чтобы они похоронили ее так, как она того заслуживала, чтобы они перевезли ее домой, говорил Адамс. Шериф Адамс предполагал, что девушка была коренной американкой. Он не исключал возможности, что девушка могла быть беглянкой, поскольку у женщины было как минимум двое детей. Сейчас они где-то живут и должны знать, что произошло с их матерью. Они же могут пролить свет на личность загадочной маленькой мисс Лейд поносовки. Случай фигурировал в телешоу «Неразгаданные тайны» в 1993 году. Новая реконструкция внешности позволяла наверняка предположить, что девушка родилась и выросла в Европе. К сожалению, спустя 50 лет так и не удалось установить ни личность женщины, ни личность ее убийцы, ни истинную причину ее убийства. В те годы во Флориде действовало много маньяков, и относилось ли это преступление к делу рук одного из них, также остается неизвестным. На этом все. Благодарю вас за просмотр. Ссылки на источники оставил в описании под видео.